Смелость есть начало дела, конец же его зависит от счастья. Перед тем, как причинить боль человеку, подумай, вдруг эта боль сломает ему всю жизнь. Потеря невинности вознаграждается утратой предрассудков. Религия мешает людям видеть, потому что она под страхом вечных наказаний запрещает им смотреть. Мы все по-своему сломлены, из-за этой сломленности мы причиняем боль другим. Прощение – это путь, который мы предпринимаем для исцеления сломанных частей. Так мы снова становимся целыми. Люди не рождаются ненавидящими друг друга и желающими причинить вред. В зеркале, как известно, все наоборот. Но без него мы бы никогда не увидели самих себя. Ваше дело – не искать любовь, а лишь искать и находить барьеры внутри себя, те самые, что вы воздвигли, чтобы от нее укрыться. Удивительно, что мы отстаиваем наше заблуждение с куда большим пылом, чем нашу правоту. Щедрость – не в том, чтобы дать мне то, в чем я нуждаюсь больше тебя. Нет, щедрость – в том, чтобы отдать мне то, в чем ты нуждаешься больше меня. В мире без систем, с хаосом, все становится партизанской борьбой, и этой предсказуемости там нет. И становится почти невозможно спасать жизни, обучать детей, развивать экономику, что угодно. Если вы верите в изменения снизу вверх, если вы верите, что мерой перемен является то, насколько жизнь многих людей стала лучше, вы знаете, что это сложно, а некоторые люди думают, что это скучно. Знай, откуда ты пришел, если вы знаете, откуда вы пришли, нет абсолютно никаких ограничений в том, куда вы можете пойти. Ни любовь, ни ужас не ослепляют, равнодушие ослепляет. Сенат является ветвью власти, заключающей договоры, и консультируясь с ними перед своими собственными действиями по важным мерам внешней политики, которые в конечном итоге могут быть представлены им на рассмотрение, президент обеспечивает гармонию действий между этим органом и им самим. Точка в истории, на которой мы находимся, полна надежд и опасностей, мир либо будет двигаться вперед к единству и всеобщему процветанию, либо разойдется. В отличие от президентских администраций, проблемы редко имеют крайние сроки. Соединенные Штаты решительно стремятся к прочному соглашению о прекращении испытаний ядерного оружия. Мы считаем, что это стало бы важным шагом к снижению международной напряженности и открыло бы путь к дальнейшему согласованию существенных мер разоружения. Амбиции должны противодействовать амбициям. Класс граждан, которые обеспечивают себя пищей и одеждой одновременно, может рассматриваться как наиболее действительно независимый и счастливый. Технология для меня делает две вещи. Она увеличивает скорость общения и увеличивает количество людей, которые могут участвовать. Вот и все. Это действительно все, что когда-либо делали технологии за всю нашу историю. Сеть предоставляет очень простой способ немедленно понять, что происходит. Это действительно обеспечивает прозрачность, так что вы можете увидеть, особенно с помощью поисковой системы, как люди используют Twitter с одного взгляда. Телефон этого не позволяет. Сильные умы никогда не бывают послушными. Это был человек без прошлого, его будущее обрывалось близкой могилой, а в настоящем его сжигала горячка жизни. Я люблю играть в карты. Я не очень хорош, потому что я не хочу считать, я просто играю по наитию. Но я многому научился в бизнес-философии, играя в покер. Мир становится таким маленьким, молодые люди мобильны, они хотят путешествовать по миру. Когда вы путешествуете по миру, вы обмениваетесь культурой, вы хотите подружиться, вы хотите обмениваться вещами. Я хочу проповедовать не учение о постыдной легкости, а учение о напряженной жизни. У человеческого тела есть два конца, один для созидания и другой для сидения. Иногда люди переворачивают свои цели, когда это происходит, им нужен пинок под штаны. Мы воспринимаем наших клиентов, как приглашенных гостей на вечеринку, а мы – хозяева. Наша ежедневная работа заключается в том, чтобы сделать каждый важный аспект обслуживания клиентов немного лучше. Ни один бизнес не может продолжать сокращаться. Это может продолжаться до тех пор, пока не наступит неуместность. Дисциплина – это мост между целями и достижениями. Если чувства будут неистинные, то весь наш разум окажется ложным. Когда я был в Белом доме, я столкнулся с вызовом холодной войны. И у Советского Союза, и у меня было 30 тысяч единиц ядерного оружия, способных уничтожить всю Землю. И я должен был поддерживать мир. Нельзя разделять религиозные убеждения и государственную службу. Я никогда не замечал противоречия между Божьей волей и моим политическим долгом. Если вы нарушаете одно, вы нарушаете другое. Последствия изменения климата реальны, и с ними необходимо бороться. Инновации могут возникнуть только там, где вы можете дышать свободно. Человек – это атмосфера или ее отсутствие. Это то, что ты чувствуешь в его присутствии, и что он чувствует рядом с тобой. Я знаю, что Господь не взвалит мне на плечи непосильной ноши. И все же хотелось бы, чтобы он меня не переоценивал. Горнило страданий производит переплавку как в государствах, так и в отдельных людях. Желание, чтобы его наблюдали, считали, уважали, хвалили, любили и восхищались его товарищи, является одним из самых ранних, а также самых острых наклонностей, обнаруженных в сердце человека. Жизнь изнашивает человека, а потом спокойно учит приспосабливаться к некой неподвижности. Без элемента неизвестности жизненная игра теряет смысл. На пути опыта присоединяйтесь к живому дню, если и есть ответ, то просто так оно и есть. Будущее жизни на Земле зависит от нашей способности видеть священное там, где другие видят только обыденное. Со дня Декларации народы Североамериканского Союза и входящих в него Штатов, были объединенными телами цивилизованных людей и христиан, в естественном, но не анархичном состоянии. Не думайте, что вы собираетесь скрывать мысли, скрывая доказательства их существования. Если у тебя беда, если ты в нужде, если тебя обидели, иди к беднякам. Только они и помогут, больше никто. Качества, которыми мы восхищаемся в человеке, доброта, щедрость, открытость, прямодушие, понимание и чувствительность, все они обеспечивают неуспех. Те же черты, которые мы считаем гнусными, лукавство, алчность, жажда наживы, подлость, низость, эгоизм, своекорыстие, все это, напротив, гарантирует успех. Людей восхищает первый джентльменский набор, но пользоваться они любят плодами второго. Подавляющее большинство американцев обладают двумя замечательными качествами, чувством юмора и чувством меры. Если мы сможем вырваться из этой депрессии, это слово останется в сердцах американцев на долгие годы. Субтитры создавал DimaTorzok